Я Абдесагин Рахадби, родом из Казахстана, композитор и пианист. Музыка – это мой язык самовыражения, мое средство коммуникации. Мой отец – физик-теоретик, и он, конечно, хотел, чтобы я стал физиком и работал, к примеру, в Цернии. Но мама хотела, чтобы я занимался любой человеческой нормальной профессией. То есть у нас есть же такое трио – экономист, феносист и юрист. Я могу сказать, что с раннего детства я слышал музыку внутри себя и с 10 лет начал ее фиксировать на бумаге и организовывать, то есть заниматься тем, что называется композицией. Яркие моменты из детства – это то, что, возможно, я шил мягкие игрушки, причем я шил в надежде, что они когда-либо оживут, так как мне хотелось видеть жизнь своих творений. И это перевоплотилось в музыке, то, что это большое счастье в целом иметь дар творения и иметь возможность творить музыку. К примеру, мы сейчас находимся в музыкальной школе номер 5 имени Мухана Тулебаева, город Алматы, где начинался мой творческий путь. Обучаясь параллельно и в общеобразовательной гимназии имени Алтын-Царина и в этой музыкальной школе, я еще и ходил на мастер-классы профессоров консерватории. И позже, когда мне было 13 лет, в 2012 году я был принят студентом Казахской национальной консерватории имени Курмагаза. Параллельно, примерно в это же время, я дал лекцию-концерт в Академии музыки города Бергамо в Италии и был зачислен студентом-слушателем в эту академию. И нашу консерваторию и Академию Бергамо я закончил в 2016 году, когда мне было 17 лет. Я стал самым молодым магистром искусствоведческих наук, проходил стажировку в Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И после этого обучался в докторантуре в высшей образовательной программе трех престижнейших вузов Италии. И тут я считаю, что мой путь является одним из отражений даров и благ независимости, так как, будучи представителем независимого Казахстана, я получил возможность обучаться в лучших музыкальных университетах мира. Своё базовое образование получить в Казахстане – это было моё осознанное решение, чтобы иметь твёрдый фундамент и полностью освоить нашу народную музыку. Тем самым я воплощаю свою концепцию того, что зарождающаяся композиторская школа Казахстана – это именно в уникальном сплаве между нашим национальным кодом, который мы получили от предков, и с новейшими достижениями передовой музыки мира. В данный момент я старший преподаватель Казахского национального университета искусств, и, к примеру, помимо занятия со студентами, а в прошлом году во время пандемии я дал 27 онлайн-лекций. В целом за 2020 год мной написано 59 музыкальных произведений. Это крупномасштабные симфонические полотна, симфонии, это и камерные произведения от инструмента соло до большого ансамбля солистов. В Германии буквально вчера опубликована партитура моего произведения, моего цикла из семи пьес для органа соло – «Брухштюкке дер Цайт» – «Жете белесты елес» – «Эклядутамп» – то есть «Осколки» или «Сияние времени». Если говорить про излюбленные произведения, то это, знаете, все равно, что у матери спрашивать, какого ребенка ты любишь больше. Собственно, когда я работаю с исполнителями, вот именно то произведение, которое сейчас исполняется, оно и является самым любимым, потому что все свое внимание уделяю ей. Я, конечно, хочу поблагодарить своих родителей. В первую очередь то, что они нашли смелость смириться с моим решением заниматься музыкой, так как не каждый родитель на это способен. Ну, видимо, своим рвением к музыке, к искусству я не оставил другого выбора. Как говорил великий Альберт Эйнштейн, «Стремись не к тому, чтобы достичь успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!